Андрей Андреевич, вот сразу хочу начать с цитаты Майка Джонсона, спикера Палаты представителей, о котором никто в украинском обществе и знать не знал до последних, наверное, полугода, пока этот человек не стал лично блокировать помощь в 61 миллиард долларов Украине. Уж там под влиянием или нет вопрос такой, да, но все мы о нем говорим чуть ли не каждый день. Мне удивило, что он сказал, он говорит, что никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх, я думаю, он не остановится на Украине, капитан очевидность, и пойдет дальше в Европу. В этой ситуации есть правая и неправая сторона, говорит Джонсон, добро против зла, и Украина здесь жертва. И сказал, что он будет дорабатывать этот проект закона, и он будет выглядеть не так, как проект, который приняли в Сенате, но, в общем, все-таки примет этот закон, который выделяет поддержку, который включает в себя пакет помощи Украине. Вот вы верите в это, Андрей Андреевич, или просто тянет время, как вот кажется, со стороны? Марк Джонсон – это законченный негодяй. Я напомню вам, как примерно те же слова он произносил, стоя рядом с Зеленским в здании Капитолия 15 декабря прошлого года. Один из самых неудачных дней в украинской внешней политике, когда еще тогда Конгресс отказался, палата представителей спикером, который был Джонсон, отказался подписать закон о выделении. По-моему, он говорил те же самые слова, что да, конечно, Украина должна победить, если Путин пройдет к Европе, нам придется уже платить не деньгами, а кровью. Все правильно, да. Но он добавлял, ну мы же, кроме того, чтобы подлакать помощь Украине, мы должны убедить наших демократических друзей укрепить нашу американскую границу. Поэтому мы предлагаем выработать совместный законопроект по помощи Украине и защите нашей границы. А этот мы подписывать не будем. Вот следующие три месяца прошло выработки совместного компромиссного законопроекта демократов-режимпоказов, который включал помощь Украине и значительные уступки демократической администрации на встречу республиканцам по вопросу о границе. Этот закон был подготовлен к подписанию в середине прошлого месяца, где-то в середине февраля. Но опять Трамп распорядился, чтобы все демократы, которые ему подчиняют, все республиканцы, которые ему подчиняются, провалили принятие этого закона. Дело в том, что, может быть, Джонсон даже и многие республиканцы, они искренне готовы поддержать Украину. Но их запугал Трамп. Джонсон его запугал тем, что он сказал, что если ты как только поставишь закон на голосование, через три часа мы тебя снимем со спикером. А почему он запугал? Вот это парадокс, понимаете? В конце концов, этот закон был принят сенатом, и его нужно утверждать теперь в Палате представителей. В Палате представителей всегда было громадное большинство в пользу поддержки Украины. Это почти все демократы и больше половины, больше сотни республиканцев. А в чем проблема? А Трамп запугал этих республиканцев. Трамп сейчас контролирует национальный комитет республиканской партии, он контролирует процесс праймерис во всех штатах. И он огражает, что те республиканцы, которые поддержат помощь Украине, они будут иметь трудности с собственными праймерами. Ведь они тоже не только президент. Все члены Палаты представителей перезбираются. И Трамп угрожает им, что с помощью вот этого своего приталитарной секты своих сторонников он создаст им препятствия при их праймере. И вот, вопреки своим собственным убеждениям, они блокируют эти законы. Сейчас идет, мы сказали, предшествующий оратор, он говорил о середине апреля. Вот середину апреля и предлагает Джонс. Почему он выступил с этим новым проектом? Потому что, еще я не исключаю этот вариант, этот закон может быть движен завтра-послезавтра. Дело в том, что друзья Украины, не только демократы, но и ряд исповедующих республиканцев, решили применить специальную процедуру, discharge petition, процедуру постановки на голосование без согласия с пикером. И чем сейчас препятствие? Все понимают, что закон, если он будет поставлен на голосование, он будет принят, но спикер препятствует голосованию. По этой процедуре нужно собрать письменные требования 218 членов Палаты представителей. Это простое большинство. Сейчас как раз идет сбор, идет сбор этих подписей, второй день. И вот эта новая инициатива Джонсона, это попытка сорвать этот сбор. Если нужно, чтобы 10-20 республиканцев присоединились к этому discharge petition, тогда автоматически, независимо от Джонсона, закон будет поставлен на голосование на Пентаконона, обещает им другую морковку. Нет, не присоединяйтесь, а мы сделаем лучше. Мы какой-то общий закон, другой, примем в середине апреля, а в конце марта Конгресс снова отправится на двухнедельные каникулы. То есть вот под давлением Трампа вынуждены подчиняться ему республиканцы блокируют всевозможными выдавленными проболочками принятие этого закона. Уже три месяца, да, а вообще-то пять месяцев законопроект был внесен президентом Байденом после нападения террористов на Израиль 7 октября. И теперь Джонсон собирается его еще на один месяц прорангировать, а там он придумал что-то новое. Вот ближайшие дни покажут решающее, существует ли республиканская партия, или они просто из страха потерять свои места в палате на следующих выборах полностью подчинились мафиозному боссу Трампу. Андрей Андреевич, но все же есть какие-то схемы по обходу этой процедуры без Джонсона, с Джонсоном через Конгресс, насколько я понимаю. Вот Вашингтон изучает сейчас вопрос, как Пентагон может продолжить предоставлять деньги Украине. Я сейчас процитирую СМИ. Может включать использование полномочий администрации по передаче оружия из американских запасов на сумму 4 миллиарда долларов, которые, по словам официальных лиц, не будут использовать, если Конгресс не утвердит, конечно же. Ну да, получается, все равно возвращается к Конгрессу. Хорошо, Андрей Андреевич, вот эта схема, а Ленд-Лиз где? Который мы еще с Вами в эфире обсуждали больше года назад, что это прям исторический инструмент, который может позволить Байдену принимать правильные, своевременные, исторические решения. Куда он исчез? Вот сейчас одно из предложений Джонсона там заключается. Давайте примем новый закон, но мы не будем давать оружие напрямую, а будем давать взаимы с последующим возвращением. Ну в этом тоже нет ничего страшного. Давайте как угодно, пожалуйста. После победы Украины благодарное человечество 10 раз заплатит за все. Но дело в том, что это сейчас для них еще одна процедура. Я еще раз повторяю, закон, если сейчас идет сборок их подписей, десяток республиканцев достаточно подписавших, чтобы закон будет принят завтра или послезавтра. А вот все эти новые варианты, давайте не давать напрямую, давайте давать ленд-лис взаймы, давайте примем новый закон, опять же, с разными границами, это все попытки протянуть. Они пять месяцев тянут издевательски принятие этого закона. Андрей Андреевич, а какая красная черта, скажите? Ну не выборы ли президента Соединенных Штатов? Не к этому ли они тянут и все, и больше нечего тут ожидать? Ну, трамписты тянут для этого, потому что Трамп не скрывает, что достаточно посмотреть на последние его встречи, его последников с Путиным. Сначала он послал своего последника Карлса встретиться с Путиным, а потом Путин послал своего последника Орбана встретиться с Трампом. И мы теперь знаем о планах Трампа. Трамп убежденный враг Украины, убежденный враг НАТО. И первое, что он сделает, придя к власти, это уже без всяких разговоров, закроет любую помощь Украине и откажет странам Европы в своей поддержке против пульской агрессии. И это поняли в Европе. И вот позитивный итог всех этих позорного поведения части американского политикума – это концентрация Европы. Сегодня проходит историческая встреча лидеров трех европейских стран – Франции, Германии и Польши – по обсуждению доктрины Макрона. Макрон выступил с инициативой, что мы должны донести поражение России и для этого использовать все средства помощи Украине, не накладывая себе никаких ограничений, включая отправку наших войск на территорию Украины. Более того, он специально подчеркнул демонстративно, что, собственно, наши военнослужащие уже участвуют в военных сражениях на Украине, в частности, системы ракет Storm Shader, британские и скверо-французские, обслуживают наши эксперты. И мы должны полностью изменить нашу философию, ни в коем случае не накладывать на себя никаких красных линий, никаких ограничений. Мы используем все средства, которые необходимы для нанесения поражения России. Это совершенно новый подход, потому что все время и Соединенные Штаты, и Европа ставили себе вопросы. А вот если мы поставим это, что сделает Путин, а не приведет это к эскалации конфликта. Макрон заявил, мы не должны опасаться эскалации конфликта, когда враг эскалирует конфликт до максимальной степени, до попытки геноцида украинского народа. И слушайте, он говорит, если придет Трамп, мы останемся без всякого американского зонтика. И у нас нет европейской армии. Мы по истратили 30 лет на обсуждение европейской армии. У нас оказалось, что у нас есть единственная европейская армия, это вооруженные силы Украины. Она сейчас защищает всю Европу, и мы должны бросить все усилия, прежде всего все оружие всех специалистов, на поддержку этой армии, чтобы нанести поражение России. Вот положительный эффект этих проволочек в американском конгрессе, вот это концентрация Европы. Андрей Андреевич, ну вот хочу быть тут критичным и спросить, нет ли у вас ощущения, что Макрона может преследовать та же судьба европейских политиков, которые очень правильно и очень понятно выступили за поддержку Украины, а потом оппозиция начала вносить свои пять копеек, и вот начала их позиция колебаться. Я думаю, надо об этом говорить. Вот смотрите, Андрей Андреевич, процитирую, просто были конкретные заявления, да, после слов Макрона, сразу, значит, бросается глава коммунистов. Понятно, меньшинство, ну с этого и начинается, да, все. Говорит, Макрон готов объявлять войну России, чтобы замаскировать свой провал во Франции. Дальше, лидер необъединенный, нас объединение, прошу прощения, Жордан Борделло, обвинил Макрона в том, что он якобы взялся за тему войны без конкретной цели, у такой формы легкомыслия, безответственности, цинизма, бла-бла-бла, значит, есть чем беспокоить французов. И вот еще национальное объединение, есть какая-то организация, и непокоренная Франция, значит, они тоже начали критиковать Макрона. Понятно, там будет в парламентские выборы, в том числе, Марин Лепен, которая и за поддержку Украины, но в то же время она говорит, что Макрон играет войну, как в конструктор PlayMobil. Ну вы поняли, да, тенденцию? Вот не ожидает ли нас, не будем ли мы свидетелями того, что Макрон поведется на поводу этих критиков? Ну он это должен прогнозировать. Которую я задавал себе до вчерашнего дня. Вчера госпожа Лепен сделала новое заявление. Она очень сильное заявление в пользу Украины, что Путин окрасил, это вызов всей Европы, мы должны определиться на какой, на правильной стороне истории. Из всех перечисленных вами французских политиков, естественно, и политический вес имеет один человек, госпожа Лепен. Остальные все мелкие маргиналы. Так вот, Макрон, он опытный политик, он очень серьезно отнесся к этой миссии своей новой. И он, видимо, провел с ней основательную работу, предрозив, что в случае чего он даст ход тем документам о финансировании ее президентской кампании Путиным на последних президентских выборах. Лепен, возможность... Два слова добавлю про Лепен. Это племянница ее заявила, которая будет возглавлять список ультраправой партии Реконкиста. То есть, все-таки да, с Марин Лепен, вот то, что вы говорите, к ней эта цитата не относится, потому что я ее так приподнял. Нет, нет, совершенно. Потому что Макрон, значит, он не глупее нас с вами. Он тоже подумал, он свой тыл обеспечил. Поэтому вот давайте подумаем о том, а не подумаем. Уже очевидна реакция Москвы на эту новую инициативу Лепена. Ну, сначала традиционно Путин в первый же день заявил, ну, наши ракеты могут ударить и по Франции, в том числе у нас есть ядерное оружие и так далее. Макрон не стал вступать с ним в дискуссию по ядерной стратегии. Он бросил очень короткую фразу. У Франции тоже есть ядерное оружие. Этим тему ядерных угроз закрыл, так же, как ее закрыли американцы еще осенью 22-го года, когда они сообщили Путину, что он только потянется к ядерному оружию, он просто будет лично убит в ответном ударе. Ну, хорошо, тогда ядерный удар, он невозможен. Но почему же до сих пор Россия не заявила, что она не несет или не несла до сих пор никакого удара по территории Франции? Ведь Макрон фактически объявил России войну. Он заявил, что всеми средствами будет добиваться поражения России, не ставит никаких ограничений для использования французских вооруженных сил. И более того, он уже их использует на территории Украины. Ну, поставьте себе на место любого российского зет-патриота. Он, естественно, заорет, и они орут уже по всем каналам. А почему же мы до сих пор не наносим удары по Франции? А дело в том, что Макрон перевернул доску в этом психологическом поединке и поставил стратегическую неопределенность на свою сторону. Дело в том, что, ну, предположим, Россия нанесет сейчас удар по территории Франции. Не ядерная, но она все время хвастается, не имеет аналогов в мире и прозвольных ракетах. В Франции любого другого государства надо. Но тогда автоматически вступает статья 5. И тогда уже без всяких оговорок, всей своей мощью дальнобойных ударов, у них нет пехотных, у Европы сейчас пехотных дивизий, которые могли бы занять место на линии соприкосновения российских и украинских войск, и заменения украинцев. Но у них есть другое. У них есть масса высокотехнологического оружия, самолетов, дальнобойных ракетов, и тогда все это будет задействовано. Тогда уже будет, Россия будет не рассуждать, сколько самолетов пришлет Галантия, Украине, 48-6-4. А все 6 тысяч самолетов F-19, F-35 даже, они будут задействованы потенциально в ударе НАТО по России. Вот эта новая конструкция Макрона, европейская армия, состоящая из замечательной украинской армии, с боевым опытом, усиленная всеми технологическими, самыми передовыми вооружениями Европы, это ключ к победе над Россией и защиты Европы от возможного вторжения Путина. Вот такой очень позитивный результат внутренних колебаний в Соединенных Штатах. Андрей Андреевич, сегодня видится Олаф Шольц, как раз Дональд Туск и Эммануэль Макрон в Берлине. Веймарский треугольник называют это собрание. Вопрос к вам следующий. Дожмут ли они в хорошем смысле Шольца на Таурусы, учитывая тот страх, который он не раз показывал последние недели и говорил, что это будет прямое втягивание Германии в войну? Вы знаете, это действительно, надо отдать должное немцам, между прочим. Они по поставкам вооружения, по финансированию, они намного опережают тех же французов. Они очень большую помощь оказывают. Вот Таурус – это какой-то пунктик Шольца. Вы знаете, там чуть ли не каждую неделю оппозиционная партия, христианские демократы вносят резолюцию в Бундестаг о представлении Таурусу, пока он ее блокирует. Но Макрон заявил, что мы на 80% согласны во всем с Германией. Но вот эти 20% – это Таурусы. Я не исключаю этого, не исключаю. Но вы знаете, это сейчас, я думаю, основной цен тяжести инициативы Макрона – это отправка большого количества самолетов. Дело в том, ведь, смотрите, для самолета, мы ждем самолета уже больше года, никаких политических препятствий нет. Соединенные Штаты довольно долго блокируют этот вопрос, чтобы без их разрешения ни одна из европейских стран не могла даваться. Сейчас они сняли. Нет ни политических, ни финансовых ограничений. Есть чисто логистические ограничения. Но надо отказаться от догмы, что эти самолеты обязательно должны управляться украинскими летчиками. Для того, чтобы они стали таким game-change, меняющим правила игры, оружием нужно не 20, а 40, нужно две сотни самолетов и столько же дальнобойных ракет, которые помогут вычистить российскую группировку из Крыма. Вот если эти самолеты пойдут, то совершенно иначе будут использоваться в больших количествах и более эффективны ракеты Storm Shader, британский и французский Scalp. Они же сконструированы для нацистских самолетов. То, что сейчас украинцы делают, это украинские умельцы на коленках сделали такие насадки с этими ракетами для бывших советских самолетов Суи-Миги. Вот поставка самолетов, она поможет даже решить эту проблему Таоса. Хотя я не исключаю, что и они Шольца додавят. Но главное, что Европа серьезно взялась за свою безопасность. И она не видит никаких гарантов своей безопасности, как героическая украинская армия, которая оказалась на сегодняшний день единственной европейской армией. Ключ к поражению России и тем самым безопасности Европы – это максимальное, без всяких ограничений, снабжение ее высокотехнологичным. Вот эти вопросы будут обсуждаться сегодня. Они сейчас обсуждаются, мы говорим с вами, а Макрон, Шольц и Туск обсуждают вопросы, которые решат судьбы мира на десятилетия вперед. Ну да, мы к концу дня уже будем точно иметь какое-то понимание. Финальный вопрос к вам, Андрей Андреевич, мало времени остается, но вынужден вас спросить. Очень многие говорят, что у Трампа прям серьезное преимущество над Байденом, но об обратном говорят опросы Тройтерс. Вот они сообщают, что 39% зарегистрированных избирателей сказали, что проголосовали бы за Байдена. Если бы выборы состоялись сегодня, 38% выбрали бы Трампа. Понятно, разница всего лишь в 1%, но даже говорили, что неравные абсолютно пропорции у них сейчас, что якобы американцы прям очень недовольны тем, что Байден принес в их жизнь. Что вы об этом думаете? Вы знаете, ни один, ни другой не являются героем моего романа. Я вот американский гражданин, я не готов голосовать ни из одного из них. Но Байден – это законченный подлец, который работает сейчас на стороне Путина. А Байден, ну он показался в эти два года таким беспомощным ничторожством. Ведь, смотрите, мы, конечно, справедливо обвиняем Трампа за то, что сейчас этот не проходит закон о помощи. Но Байден же виноват в том, что он эту помощь, как она оказывалась. Мы же знаем, что на каждом этапе были задержки и запоздания. Ведь очень простое. Если бы то оружие, которое сейчас уже есть в Украине, там бронетехника, дальнобольные ракеты, которые уже были даны ей в 22-м году, во время наступления Харьковского и Херсонского, то с российской группировкой был покончен и тогда же. Вот эти колебания, они дали время россиянам, позволили им создать оборонительную линию, так называемую линию Суровикина. Кстати, куда делся Суровикин? Никвидировали они его, наверное. Но это уже судьба многих советских генералов. Поэтому оба они несут большую ответственность. Я не исключаю возможности, что Ники Хейли выдвинет свою кандидататуру от некой третьей партии. Но решение проблемы, я думаю, предлагают европейцы. Одержать победу над Россией до 21 января 2025 года. Тогда кто бы ни пришел в Белый дом, центральный вопрос мировой истории будет уже решен. Да, Андрей Андреевич, будем надеяться, что так и будет. Спасибо вам большое.